Продолжение следует... 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 Затем мирное население ранее солдат. На нем 156 кодек, 8 операционных, и на корне вертолетная плаща. Сейчас и нигде никуда не ходят, уже более 20 минут. И в один из двух переходов два года. На нем заходит лечение взрыва субботного философа. Ну и здесь все отсюда вспомогательного фута. Слав, франкул, сытом, пиран, паром. Актернер в Азербайджане летом работает. За паромом встанет зажим на руку. Это уже учебная футболка, даже за промышлами травмы. За коротками травы минная тема. В ходе Великой Отечественной войны здесь, в этом месте, находились три травы, зеленая носка. И склады с ним не помню. А вот сейчас в стене уважаем вежуковку. Вырубите белую арку. Там находится вход в сольную, минную галлинию, которая использовалась в сольной воде. Вот это скалалку сухую. Это естественная соль, это два соль. А следующая глина, она используется вот в соль. Судна СС-погрессия. Это судна размокрессия. Которая при уголовке, в воздухе замокрессия. Судна. Присаживается в сольную мину. Судна походит в корабль, обмазывает его фабелем и понижает уровень электромагнитного кода. Такая процедура за обходу проходит. Сделаем сзади от судна отчаянка. Корабль под номером 0-50 Владимир. Корабль на подводном стреле. Разливает скорость 6-100 кг. Стоит до 100 кг. На его борту находятся артиллерийская установка и картинарные аппараты. Далее отрезаем корабль по награде и машинкам. Сделаем камеру и клапки. Откладываем под номером камеру. Семь 158 корабль интерьерный стреле. Это от судна занимается установкой, где он рейдового оборудования зону покрещал. Его уже подъем на 3-20 кг. Новый славка стоит у этого сон. Можно поставить в отзыв на данный славка на вход. Вот уже подъем на 3-20 кг. Семь 158 корабль интерьерный стреле. В ней всегда прокладывается. В ней всегда прокладывается. В ней всегда прокладывается. На холме за мной денутся все свои старые послуки. Там проходит, а значит, улица Куриц, нашего города Улиссавинка. Она из-за из разных улиц центрального городского гостя. Раньше она называлась Екатериненской, Болокламской, села в сторону Болокламы. В Адмиралке Лейской центральная часть города находилась в Адмиралке Лейской. Последнее название улицы Лейской. Больше на холме Закрана не видят, что Солнце с золотым куполом недавно построили в честь Александра Лейской. Больше на холме Закрана не видят, что Солнце с золотым куполом недавно построили в Адмиралке Лейской. Ну а дальше все же мы будем нахождать в частном яхте. Продолжение следует... 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 Около 30 дней, естественно, кухня. Человеком они практически никогда не знали. В годы основания Севастополя сюда приезжал в город. Он увидел эти бухты и травы, и сказал, что ему не стало. Это очень удобное место для бордирования города. Из-за строительства города началось и строительство Санаморского города. Правая небольшая местка – карабельная. Светлые здания, которые показали кухню воды, – это военный арсенал. Техника военная ремонтируется. Старенькая сумма сверху причала военного арсенала – это последний корабль-карабель, который работает на твердом боке, на угле. Ему около столетия. Сейчас узнаем, что же словучие посильные для военного арсенала. Сама бухта в форме буквы «Д». Она находится на право, на кранике. Там находится два сетей золота. Там ремонтируются корабли. Там же находится вверх, где раньше строились корабли. Там еще польские учебные катера, видно, белые. Справа полоса у спереди, на мусорном заборах, варианция двухэтажной и старой издания. И сам еще дальше – 2 километров обе. Это военный госпиталь Черноморского города. И здесь в свое время, в первую очередь, вирус и ромок, в первую измерительную, в действительную порядку и вмену висклинику. Его именем названа 1-я золи Севастополя и 1-я гормолинка. Перед госпиталем на мусору двухэтажное здание. Разумя башенками и российским фанатом. Бывшее здание – петро-метео-станцы. Петро-метео-станцы. У нас для войны и трудно злобо-станцы. Понавится в этих событиях на мусорском севастополе. Удерживаемый суд православный свежий возле планов. Он установлен в честь моряков и солдат, которые погибли в честь годы Крымской и Великой Отечественной больницы. Рядом установлены три плана дружественных славянских стран и регионов. План Белоруссии, пройтись по городу Келоскополе. А мы покидаемся и направляемся к самому большому бухту нашего города, к Востоку. План Белоруссии, она делит наш город на две части. С южной части мы с вами были в южной части. Слева, северная сторона. В Севастополе проживает 428 тысячи. Одна десятая проживает на северной стороне. Это зона отдыха. Там находятся в курортной поселке Пляжи. Затяженная Севастопольская бухта 8 километров. Она заканчивается далеко в горах. В поселке Имкерман. Там в Севастопольскую бухту впадает самая полномодная река Крыма. Черная речка. Ширина бухты 1500 метров. Глубина до 50 метров. 10 метров в углу. В этой бухте базируются главные корабли черномодского плода. И сегодня мы с вами некоторые дни увидим. Раньше эта бухта называлась Афтеанская бухта. Как и наш город Севастополь. Афтеанская. Это только через год после основания нашего города Екатерина II издаёт указ. Построим здесь крепость большую Севастополь. Где ныне Афтеанская. И назвала наш город Севастополь. Ну а бухта стала называться Севастополь. Дело в том, что до присоединения Крыма к России здесь на этих берегах на северном крае находилась татарская деревушка. Афтеан. Русские её называли Афтеан. Что в переводе с Тюрского – Белый Тюр. Отсюда и первоначальное название нашего города Афтеан. Поставка в Севастополь к озеру Хария. Поставка в Тюр. Семидесятых годов был опасен. Здесь мирное время. В 1955 году в середине села Тухарькова 200 метров от военного гостепера он сделал этап века на набережной напротив высотного здания. Был взорван линкор в Новороссийске. В сонном годы войны принадлежала Италия. Называлась Юлий Цезарь. После войны по репарации досталась Советскому Союзу. Итальянцы были не согласны с передачей в флаконах. Поэтому существует одна из версий, что взорвали его тогда итальянский диверсант. Погибло в то время 640 человек. Были и другие версии, что корабль отношел на зону в фильме, что машина матерей не произошла в фильме. Но ни одна из версий до сих пор не подтверждена. Но, в связи с этими событиями, еще один памятник хочу показать. Налево посмотрите. Два белых катера береговой охраны. Вот за последним, чуть правее, на горе пирамиды с крестом. Символ вечности и покоя. Свято Непольский собор. Стоит он на территории Братского кладбища. Там захоронено 40 тысяч воевоков, которые погибли под Крымской войной, Великой Отечественной войной. И там же похоронены ребята с подводным плодом. Курск и Комсомолин. И из-за города Новороссийск. Курск и Комсомолин. Там белые краны уходит кухта. Оно называется Киев. Раньше там керевали корабли. Раньше не было сухих и плавных часов. Корабли наклеяли, чистые. И потом на другую сторону. И там, на керевали. Это название Киев-кухта. Вот, керевалка. Сейчас там находится военный. Кринанский завод обремонтирован по льготскому кладбищу. Военный наркотный корабль. Прямо по корпусу к кереве уже на северной стороне поселок Голландия. Вот здесь на мотоцикле снарочный дом с красной крышей. В 15-м веке здесь находились плоды. Карифондук и строительство корабли. Здесь назвали Голландия. Челкласс 2, Челкласс 2, Челкласс 2, Челкласс 2, Челкласс 2. В 15-м веке здесь находилось крушенное корабль. В 15-м веке здесь находилось в Киеве. В 15-м веке там на северном морде. В 15-м веке здесь находились в районе 1-го, в 15-м веке. Киев-кухта. Челкласс 3. Ну, а здесь в Уктиголландия. Стоит корабль. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok